Всем доброе утро! Начинаем новый день. Берем вас с собой. Начинается он с кофе. Кстати, кружки Фоберлик. Были комментарии, ой, да это сердечко отколется, да как же вы не боитесь. Ну, такая ерунда на самом деле, ну правда. Ну почему оно должно отхолодаться-то, если это тормостойкое стекло, и оно литое вместе с кружкой. Ничего не откалывается, я и Ксюшка пьем кофе исключительно только из этих кружек. Кстати, вчера девчонке перед сном нанесла лак Фоберлик на солнышко. Как приятно просыпаться, когда солнышко с утра, да? Лак Фоберлик, последний из обзоров фокуса. Передай нам всю красоту этого цвета. Нанесла два слоя. Так, артикул 71.073. Смотрите, солнышко на солнышке так играет. На солнышке вот так играет. В общем, переливается он какой-то такой галогеновый, хамелеонистый, в зависимости от освещения. В два слоя он перекрыл мой гель-лак. А у меня был здесь такой, ну, розовый, с черными хлопьями топ. В общем, хлопья с первого слоя не перекрыл, со второго слоя перекрыл. Я сейчас покажу в тени. Вот, вот прям красиво. Очень красиво. Мне нравится лак, безумно красивый. Я хочу себе такой вот прям гель-лак теперь. Вот тут в тенечке. Смотрите, как здорово. И он, кстати, действительно, да, он хорошо выравнивается. Несмотря на то, что когда мы с вами его на черный лак клали, он полосил. Нет, он хорошо выравнивается. Действительно, хорошо сохнет. Первый слой вообще высохнет, кажется, ну, за минуту. Да, за минуту. Может, минута с небольшим. Второй слой подольше. Я его клала на высохшей первой. И он, ну, может быть, минуты три. Минуты три. Как бы все отлично сохнет быстро. Вот пока буду носить для разнообразия. Мне нравится. Оттенок вообще интересного. В зависимости, да, от освещения. Он может играть на солнышке одним цветом. Вроде как и есть, вот знаете, там что-то такое золотистое. Вроде как и сиреневый. Красивый вообще, мне кажется, один из самых удачных оттенков в этой коллекции. Я проводила уже Ксюшку. У меня Крис еще спит. Сходила в душ. Сейчас приду, буду мыть голову. И ход полноценный для лицова выполнять. Сейчас еще, наверное, минут 20. Буду ее будить. Будем собираться и пойдем. Сегодня вообще самый морозный день. С завтрашнего дня вроде уже плюс днем. А сегодня ночью минус 15. Мороз дичайший. Но солнышко. Солнышко светит. Оно уже греет. Это приятно. Ночью было минус 15. Соответственно, сейчас утра дикий мороз. Ну, еще дойдем потихонечку. Потом уже плюс. Хотя бы. Проверяли с Ксюшкой рации. Она взяла одну школу. Школа у нас, ну так, прилично, как далеко. Не соседний дом. То есть совсем надо дорогу переходить, спускаться. Вот она дошла до школы. Я ее плохо слышу, помехи уже. А там еще в школе сигнал глушит. Поэтому я думаю, в школе точно не будет. Ловить хотя 3 километра. В общем, вещь прикольная. Обзор на них попозже будет. А так я в телеграме уже рассказывала подробно про эти акции, про эти рации на канале. Вообще вещь классная. 3 километра дальности. Но к школе вот она подошла и уже я как слуху и слышу, что что-то говорит. Но помехи. Там глушит сигнал в школе, глушит сигнал. Поэтому да. Сейчас напугала даже меня. У меня еще громкость. Надо убавить. Как сказала, громко. Я же испугалась, подпрыгнула. Но вообще вещь прикольная. Играться детям. Они прям без ума. Девчонки вчера развлекались с мелками. Дорожки сухие. Весна. Рисовали тут вечером. Но очень холодно. Давай ручку. Давай скорее. Крис сама проснулась, будить не пришлось. Повалялись, пообнимались. Молочка попили. И в садик чешу. Очень холодно. Очень холодно. Все машины стоят в войне. Прям мороз. Как в январе. Дубак. Пойдем скорее. А то замерзли и жить хорошо. Пришла домой. Он тут дрыхнет. На Ксюшкиной футболке. Тебе хорошо, да? Тебе хорошо тут. Тебе прекрасно. Чепло дома. Да? У меня есть три часа. Я всегда стараюсь их максимально продуктивно использовать. Сейчас первым делом пойду убираться в детскую. По комнатам включаю робота, чтобы он убирал полы. Сейчас уберемся в детскую. Пойдем с вами мыть волосы. И не забываем, конечно, про уход за собой. Игрушки. Память. Там телефон. Айфон. Ксюша отдала свой старый айфон. Крестюшки. У Ксюши на столе всегда просто прелесть. Открываем шторочки. И из дома прям кажется, что так классно. Весна. Тепло. А нифига подобного. Еле до сада и обратно добрались. Все. Готово. Красота. Помыла голову. Что будем делать сейчас? Сейчас будем делать с вами уход. Пока пылесос убирается. Кстати, последние несколько недель активно использую автозагар. Вот Фаберликовский уже. Этикетка у него стерлась. 26,95. Еще брала несколько штук в распродаже по срокам годности. Работает. Все работает. Все отлично. Сейчас вот вчера делала, позавчера делала. Сегодня на ночь тоже. А потом поддерживаем раз в пять дней. Очень деликатно. Я прям на руки расшипшикиваю, в личико втираю. Все отлично. Потому что весной уже хочется весной. Такой мороз дичайший. Но все-таки с завтрашнего дня уже плюс. И вроде всю неделю плюс. Там даже есть плюс пять в какой-то день. Вообще шикарно. На ночь мороза. Хочется уже, во-первых, не носить тон. И хочется немножко выровнять цвет лица и сделать его немножко сгорелым. Я вообще люблю. Я зимой периодически пользуюсь. Мне нравится. Когда пользуюсь автозагаром, тон вообще не наношу. Потому что он и так прекрасный. Вот. Сейчас буду очищать лицо. Гель. Любимый гель. Крем. Крем. Жемчужное всего. Немножко смочу. И буду использовать свой любимый бьюти гаджет. Сейчас расскажу. Тут нужно прям горошинки. Вот так. Беру. Артикул. 0397. Кто-то в комментариях недавно писал, что аромат. Тошнотный какой-то или что-то в этом плане. А мне наоборот нравится. Ну, все мы разные как бы. Поэтому да. Мой бьюти гаджет. Любимый. Рэдискин Окта. Использовать стараюсь каждый день, утро и вечер. Потому что вижу результат. Я тут у себя в 39 лет обнаружила провисание овала лица. Ну, вот есть все-таки. Да. Массаж не делала. Январь, февраль. Ничего такого. Вот просто уходовые процедуры. Да. Какие-то и все. И тут заметила. Вот провисание. Вот сколько уже пользуюсь. Две недели точно. Подтяжку заметила. Поэтому пользоваться стараюсь. Я его тоже смачиваю. Я себе здесь водичку просто поставила, чтобы краном не шуметь. И сейчас буду делать очищение. Здесь три режима. Я делаю всегда на втором. Первый голубенький. Второй оранжевый. Я всегда делаю на втором. Сейчас будет очень много пены. Я просто в процессе добавляю воду. И прям очень много пены будет. Сейчас вы видите. Я таким образом все очищаю. Тут же практически каждый режим сопровождается массажем. Поэтому как бы... Вот видите, водички добавляю. Сейчас прям будет пены очень много. Обильная. С двух горошин. Экономит средства очищающие. Очень экономит. Хорошо вспенивает. Здесь силиконовая такая щёточка. Прям очень нежненькая. Очень приятная. Хотите еще больше пены? Еще раз мочим. И прям вот так. Очищает вообще нора. Что еще могу отметить? Ну, ровно тон лица это понятно. Пигментация моя. Два пятнышка прям вот стали заметно. Заметно светлее. Мне тоже это очень нравится. Поэтому находка. Находка. Я прям уже такая расстроилась. Думаю... Мы-то все думаем, что мы вечно молодые будем. Да? Я в том числе тоже так. А тут смотрю, прям вот овал как-то вниз потянулся. Думаю, ну все. И как раз вовремя вот эту щёточку заказала. И результат прям увидела. Прям увидела результат. Классно. Классно. Супер. Смотрите, сколько пены. Много. Сейчас через 2 минуты таймер сработает. И будем умываться. Будем умываться. А так вообще вот в одной щетке все процедуры. Мне это безумно нравится. И массаж, и микротоки. Лифтинг массаж. И против пигментации. И для сужения пор. Для постакне. Все в одном аппарате. Поэтому прям обожаю. Вот видите, сколько пены образуется. Можно было еще меньше брать средств. Тут идет прямая экономия очищающих средств. Все как следует очищаю. Удобно. Щеточка везде подлазит. Хорошо. Мне нравится. Вот все. Таймер сработал. Умываемся. Дальше тоник от Реноваж. Он у меня перелит сюда. Распилителем. Вечером сейчас доиспользую вербену. Очищающий. А на день Реноваж. Он пока впитывается. Потом не хочу никакую маску сейчас делать. Если честно. Я так смотрю по потребностям кожи. Я могу пропустить день. Если раньше у меня какой-то наш утром вечер. Сейчас я просто мега занятой человек. Поэтому могу не делать. Очищение всегда хорошее и обязательно. И вот на утро мне вот этого достаточно. Вечером бы я сейчас еще взяла какой-нибудь скрабик. Возможно кислоты. А утром вот вообще достаточно. И беру сыворотку Биоглок. Кто-то сказал у кого-то она вызывает неприятные ощущения. 13.08 артикула. Или липкая. У меня вообще не липкая. Вот опять же. Зависит от кожи. От ее потребностей. У меня она вообще не липкая. У меня так лицо сияет с нее. Декольте. Так как я с утра была в душе. Мы его сейчас не очищали. А так стараюсь из-за декольте сейчас следить. Потому что здесь тоже мышцы. Здесь тоже мышцы. Если мы не будем прорабатывать шею, декольте, шею сзади, голову, то у нас все равно неизбежно поплывет овал лица. Поэтому вот это вот все в комплексе нужно. Мышцы головы, мышцы шеи сзади, они тоже отвечают за подтяжку лица. А головы лица прорабатывать недостаточно. Поэтому я вот сейчас стараюсь уделять этому внимание. И голову массажирую. И шею сзади обязательно. У меня вообще она не липкая. Вот вообще не липкая. Но в то же время она дарит такое здоровое сияние. Мне так нравится. Так, и какой же мы с вами возьмем крем. Добиваю. Никак не могу добить. Потому что мне нравится эта линейка. Но сегодня мы с вами добьем наконец-то дневной крем. Чувствую вот при пухлости. Будем почти делать. Но хотя сейчас мы массажем, подгоним. Добиваю крем наконец-то. Ура, я добила дневной крем. Супер. Пока не выходит никаких уходовых линейок Фиберлик. Я прям добиваю все свои остатки. Знаете, уже прям залежи нет. Такая прелесть. Достаю из догашника все, что давно лежит. Сыворотки, тоники, кремы. Все. Даже на руки немножко. Потому что не хочу. Я им болен. Все. Но не выкидывать же за такие деньги. Правильно? Правильно. Поэтому как следует. Мажу. Вся. И все. Вот красота. Теперь немножко крем подвпитается. Будем делать с вами массаж. Почему подвпитается? Если я буду сейчас делать массаж токами вот на такое влажное лицо, то он прям будет токами-токами. Я просто заметила. А если подсыхает, все впитывается, то есть влаги лишней на лице нет, то он такой более легенький. У меня даже, кстати, Ксюшка попросила. Я говорю, ну не надо это токи. Она попросила. Ей понравилось. Такое вот легкое покалывание. И я действительно вижу результат. Вот казалось бы, ты не прилагаешь никаких усилий. Мышцы руками там или какими-то гладжетами или там скребок глаша не разминаешь. Но в то же время ты чувствуешь, как идет массаж. Вот они расслабляются. Я чувствую. Потому что вот эти жевательные мышцы, которые отвечают у нас с вами за подтяжку лица, за появление морщин, за опущение уголков рта, вот эти мышцы отвечают, они все время находятся в напряжении, жевательные мышцы от наших эмоций. Особенно если мы испытываем негативные эмоции, то они прямо вот всегда в напряжении. Если вы начнете их как следует разминать, вы это почувствуете. Вот они всегда напряжены. С ними надо работать хорошо всегда. И как раз после ЕМС-массажа с микродоками я ощущаю, что они расслабляются. И аппарат, кстати, сейчас промыла. Периодически протираю его хлоргексидином, потому что это кожа наша. Мы должны с вами понимать, что если мы не будем за ним ухаживать, его протирать, то могут быть высыпания. Это так со всеми приборами. Так, что сейчас будем с вами делать? Будем делать с вами массаж. Здесь три режима. Первый без вибромассажа, второй с вибромассажем. И третий у нас уже направлен на охлаждение, успокаивание кожи, который с голубым и зеленым свечением. Именно он мне нравится на завершающем этапе. Именно он борется с пигментацией, выравнивает цвет лица и его успокаивает. Так, но еще не совсем впиталось, поэтому что я пойду? Пойду пылесос в другую комнату перенесу. Все, включаю прибор. Сначала по умолчанию первый режим. Это просто ледотерапия красным светом и массаж микротоками. Второй режим уже идет с вибрацией. Я использую всегда его. Он мне нравится больше всего. И потихонечку вот так проходимся. Не надо прилагать никаких усилий. Он прям очень хорошо. Массажирует именно легким таким прикосновением, но по восходящим линиям. У меня прям восторг. Я вижу результат, поэтому стараюсь не пропускать процедуру. Иногда утром не делаю. Лифтинг-массаж делаю только охлаждающий, чтобы там отеки подсогнать. Тон выровнять. Декольте, кстати, тоже делаю. Вот они мышцы. Вот они мышцы. По ним тоже прохожусь. Как бы вот просто стоите, гладите свое личико. Приятные, комфортные ощущения, но эффект второй подбородочек. Вот прям тут, когда задерживаюсь, прям там хорошая такая циркуляция микротоками. Декольте тоже. По серединке вот так. И по бокам, по мышцам прохожусь. Еще заметила, совпало или не совпало, не знаю, но когда начала пользоваться этим гаджетом, у меня волосы стали расти просто как бешеные. Не на лице, а на голове. На лице все отлично, все нормально. Потому что, когда прохожусь по лбу и подвожу к волосам, и вот тут немножко задерживаюсь, прям идет микроциркуляция токами, дальше вот так по голове. Прям вот идет. Хорошо идет, это чувствуется. Они такие бегут там. Мурашечки, приятно, невозможно. Как будто, знаете, такое ощущение, как будто волосы встают. И вот такие мурашечки приятные прям бегут, поэтому мне нравится. У меня волосы просто стали расти как бешеные. Я посмотрела даже три недели назад свои фотографии, и какая у меня длина сейчас. Как будто полгода прошло. Я вот даже себе второй раз еще включаю, потому что мне двух минут мало. Этот таймер срабатывает. Поэтому вот такой вот тоже плюс отметила, потому что больше особенно ничего такого не делала. Массаж кожи головы, в принципе, я как делала, так и делаю. Никаких изменений. Ну, изредка забываю чаще всего. А микротоки, вот прям вот сюда подходишь и чувствуешь, как вот дальше по голове побежали мурахи. Может быть, и ускоряет, будет, не ускоряет рост волос, наверное, будет волосяной фолликулой, мне кажется. Больше вот так. Потому что на лице это волосы не растут. Вот. Так что вот так. Так хорошо становится, так мышцы лица расслабляются, потому что здесь еще и нагрев есть, помимо всего прочего. Теперь включаю третий режим, синий-зеленый свет. И им я уже как следует прохожусь по Т-зоне. Потому что сужаются поры, где у меня пигментация, вот бывает над губой, как следует Т-зону нос весь прохожусь. И вот где пигментация. Задерживаюсь прямо вот здесь, подсвечиваю все это дело и вижу высветление. Он такой холодненький. Сейчас вокруг глазок тоже им прохожусь, чтобы отеки подсогнать. Очень хорошо в этом плане работает. Здесь тоже не надо никаких усилий прикладывать. Вот еле-еле касаясь кожи по массажным линиям, прям очень приятненько. Красота. Вот другое дело. Посвежела, похорошела, отеки подсогнала. Все равно сейчас патчи одену, потому что хочу сделать такую профилактику мимических морщиночек. Нанесу крем для кожи вокруг глаз, не столь имеет значение какой. Ну, лучше, конечно, работающий. Плотным слоем сверху одену патчи. Прибор протираю сейчас хлоргексидином и ставлю. Кстати, заряжала ради скинок только один раз с момента покупки. И то потому, что Ксюшка у меня подсела на охлаждающий режим и может по полчаса вот так водить по лицу, массажироваться. Но, я думаю, для нее в этом возрасте тоже неплохо. Сужение упора и так далее. У нее нет проблем, конечно, с кожей, слава богу. Я надеюсь, у нее будет моя генетика. Мои гены. И у меня в подростковом возрасте их не было. Вот поэтому она подсела. И вот за три недели я его заряжала только пока один раз. И все, кстати, он еще водонепроницаемый. Я его часто когда в ванне лежу тоже использую и вообще никаких проблем. Все, моя хорошая, все дела переделывала. Иду за Крис. Вот, кстати, сейчас на солнышке видно, что у меня блонд. Да? На солнышке чуть-чуть потеплело. Ну, не чуть-чуть, нет, потеплело, конечно. Но я все равно утеплилась. Сейчас заберу Крис, погуляем и пойдем с ней. На Яндекс.Маркет надо забрать. Там бомбочки для ванны пришли. Вот. Что хотела вам рассказать. Сейчас получила в личку ВКонтакте сообщение. Интересное очень. Неоднократное, кстати, получаю. Сейчас расскажу. Ну, в общем, женщина попросила ей помочь. Она не помнит пароль от личного кабинета Феверлик. Пишу наставник. Не знаю, я не помню, кто у меня наставник. Логин помню, пароль не помню. Ну, в общем, такие ситуации. И часто очень поступают в личку вопросы касательно личного кабинета. Каких-либо акций, работы в компании Феверлик и так далее. Давайте-ка вы мне тут расскажите, как вы работаете, как вы растете и так далее. Ну, я ответила сегодня. Сегодня ответила. Я надеюсь, помогла. Ну, как бы объяснила, как восстановить пароль. И посоветовала все эти вопросы впредь решать с наставником. Потому что он есть у каждого консультанта. Да? Ну, мы же с вами все взрослые люди. Тем более еще, ну, да даже не взрослые. Не важно, какой возраст. Да? Там 20, 30, 40, 50, 60 лет. Все прекрасно знают, что в любом случае, даже если ты регистрируешься по какой-то левой ссылке, ну, просто вот ввел там в поиски регистрация Феверлик, тебя все равно присоединяют к какому-то наставнику. Однозначно, его данные всегда есть в личном кабинете. Ты заходишь в личный кабинет и крупно сейчас прям пишут тебе, кто твой наставник и его номер телефона. Но нет, люди упорно иголарируют этот момент и считают, что могут написать там мне, еще кому-то и так далее, задачить своими вопросами. А я все, конечно, понимаю и раньше старалась помогать всем. Но сейчас я такие сообщения по большей части игнорирую, потому что, ну, простите, я ценю свое время. Почему я должна распыляться? Выбирать наставника надо лучше, когда регистрируетесь, да? Со своей командой я работаю. Кому нужна помощь, всегда помогаю, даю всю информацию, которой я владею. Кто хочет работать, всегда помогаю с регистрацией. Это не обсуждается даже. Девочки, которые хотят работать, пишут сами, или я вижу, что они работают и предлагаю сама, и помогаю с регистрациями в их ветку. Это всегда для своих все. Но почему я должна делать для чужих? Вот тоже такой вопрос. То есть, если блогер, то можно задать любой вопрос, и блогер должен ответить, да? Нет. С такими вопросами к наставникам зарегистрировались? Пожалуйста, задавайте вопросы своему наставнику. Ищите данные в личном кабинете. Мне отвечают, значит, вышестоящему. Эти данные все тоже можно найти. В общем, это я все к чему. Солнышко светит и греет, уже ручки даже текут. Любой выбор в своей жизни нужно делать осознанно. Любой, абсолютно. Любой. Немножко заглядывай вперед. Так, у нас сейчас какие планы? Сейчас Крис забираем, гуляем. Ксюшка у нас в школе, потом будет на продленке, потом на тренировку еще пойдет на каток. Поэтому мы теперь с ней только вечером увидимся. Уроки сейчас тоже будет делать на продленке. А нам с Крис после прогулки нужно приготовить покушать. Супчик закончился, и ужин сразу приготовить. Вот. Я его рано готовлю обычно. Стараюсь, чтобы к вечеру у меня уже было свободное время с детками. Так, все. Идем в сад. Собрала Крис, идем из садика. Пойдем, пойдем. Не в духе, что-то спать, наверное, хочет. Хотя все покушала, умница. Не хочешь? А что с настроением? Солнышко, смотри. И опять возвращаясь к разговору, помогла человеку, она вошла в личный кабинет. Если вы меня смотрите, вот этот ролик в лог, не обижайтесь, ради бога. Просто, ну, как-то надо понимать. И снова пишет, как вы вбиваете артикулы и так далее, и так далее. Как вот мне сделать? Я вбиваю и не нахожу. Ну, я уже ответила, не грубо, просто обращайтесь с этими вопросами к своему наставнику. Я работаю только со своими консультантами. Наглость, второе счастье называется, да? Это, представляете, вот если мне сотни людей будут написывать, я должна всем помогать, всем отвечать, да? С учетом того, что в моей структуре почти тысячи человек. В моей только структуре, которым я помогаю обязательно всегда, если они ко мне обращаются. Нет, человек считает, что нормально, все хорошо. У меня времени полно свободного. Сижу дома, ничего не делаю. Могу и поотвечать. Выходи. Забрали бомбочки с Яндекс.Маркета. Очень классные и бюджетные. Сейчас покажу. Такая коробочка милая. Здесь целых 9 штук. Они небольшие, вот такие вот где-то. Ну, классно. Здесь какая-то у них даже есть посыпка. Они с разными ароматами и 250 рублей средняя цена. Мои вот эти 252. Посмотрела, сейчас цена такая же, поэтому ссылку оставлю. И там еще промокод на скидку 10%. То есть еще дешевле, чем я взяла у вас будет. Вот информация. Тут состав. Так. Тут мне пишут, с чем вот это вкусно. В общем, вот эти розовенькие. На них ссылку оставлю. А так у них там несколько различных вариантов. Промокод, он прям под ценой. Там на Яндекс.Маркетик, вот так по ссылке переходите, он прям там написан. Кстати, бантик, он внутри. Тут еще пленочка. Я хочу понюхать. Классно. Вот здесь уже пленки нет. То есть они лежат в таких ячейках. Смотрите, сердечки здесь. На коричневых что-то тоже посыпано. И на этих что-то тоже посыпано. Такая беленькая соль. Очень сильный аромат. Такой вкусный. Знаете, больше тропических фруктов. Тропические фрукты с тропическими цветочками. Несмотря на то, что они все упакованы, прям аромат невероятный. Вообще очень вкусный. Они все наверняка разные. Но вот эта тропическая нотка, она прям перебивает. Наверное, вот эти кокосы еще, мне кажется, вообще классные. Сегодня у нас день фарша. Готовить вообще сейчас всегда стараюсь днем, потому что вечером к ужину, ну, во-первых, уже не охота, а во-вторых, у нас папа работает сейчас в ночь. Поэтому я стараюсь днем всего наготовить много, чтобы он мог с собой взять на работу и чтобы освободить вечер для игр с девчонками. У нас сегодня супчик с фрикадельками. Самый любимый суп девчонок. Там фрикадельки, гречка, пережарка, картошечка, любимые специи. Накрутила фарша, я кручу только сама. Наделала котлеточек. Вот здесь они лежат. Будут сегодня с макарошками. Спагетти мои больше всего любят. И фарша на котлеты и вообще куда угодно кручу всегда только сама. Из мяса свинина пополам с курицей добавляю много лука, хлеб, чеснок, специи никакие не добавляю, пару ложек сметаны могу или майонеза и все это замешиваю. Делаю котлетки, делаю фрикадельки или может потом на макарошки по-флотски. В общем, кручу всегда много. Покупной есть не могу ни в пельменях, нигде и вообще брезгу этим делом. Я и колбасой очень брезгую. Вообще далеко не каждую воду. Одну, наверное, из тысячи только. Поэтому я такой вот гурман, привередливая. Вот, так что еды наготовила. Слава Богу, все готово теперь. Вечер освободился. Красота. Ну и на этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Вы давно просили влог. Ссылочки все полезные в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok